Хотел рассказать вам про когнитивные искажения с очень красивым названием, и мы все ему подвержены. Называется «Проклятие знания». Красиво звучит, правда? «Проклятие знания». На самом деле вещь очень серьёзная. Дело в том, что мы находимся в странной иллюзии, что другие люди понимают то, что мы с вами знаем, и не помним, как мы когда-то не знали. Того, что мы сейчас знаем. Если вы сейчас будете вам дать пятилетнего ребёнка и сказать «обучи его чтению», и вы начнёте его учить, и вдруг почувствуете, что же это такое. Это так просто, это буквы, это слога, это слова. И вам действительно сейчас кажется, что обучиться чтению очень легко. Но тогда, когда вы были пятилетним ребёнком, это было для вас огромной и сложнейшей проблемой, и на это ушли месяцы, годы обучения зачастую, для того, чтобы читать бегло, так тем более. То же самое касается, например, вождения автомобиля. Почему опытный водитель раздражается на неопытного, когда пытается обучить его пользоваться цеплением, педалями газового, тормозом и так далее. Ему кажется, как это так? Чего это он не понимает? Это же так просто. Ну ты дави, ты так не дави, дави по-другому. Но когда-то он сам был на месте этого новичка и в ужасе смотрел, и ничего у него не получилось. И вот нам нужно всё время помнить об этом искажении, проклятии знаний. Руководитель часто не знает, сотрудник часто не знает того, что знает руководитель. И руководитель на него ругается, вместо того, чтобы объяснить. Плохой учитель считает, что студент должен всё схватить на лету, хотя ещё к этому никаких предпосылок не сделано и так далее. Поэтому и это часто становится причиной конфликтов между людьми. Если вы сами сталкивались с такими конфликтами, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, и чтобы у всех было чёткое понимание, что проклятие знаний – это вещь опасная.